Из-за активного применения искусственного света в последнее время появилась проблема светового загрязнения. Оно оказывает столь же заметное антропогенное влияние, как мусор или сжигание ископаемого топлива. Сегодня примерно 23% поверхности Земли находится в зоне светового загрязнения, и почти 83% населения постоянно живет под загрязненным светом небом. Изучение светового загрязнения лишь начинается, ведь оно и возникло совсем недавно. Световое загрязнение – это чрезмерный или неверно направленный искусственный, обычно уличный свет. Сильное световое загрязнение имеет последствия. Оно мешает астрономическим исследованиям, разрушает экосистемы, оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье людей и в холостую расходует энергию. В мире с каждым годом света становится все больше. К примеру, площадь искусственно освещенных территорий выросла на 2,2% с 2012 по 2016 года, а яркость света повышается на 1,8% ежегодно. Это связано с переходом на энергоэффективные светодиодные лампы, которые считаются более экологичными. Сейчас Гонконг считается самым загрязненным светом городом в мире. По подсчетам исследователей, ночного освещения в нем до 100 раз больше, чем в Вене или Берлине. Среди других кандидатов – Лас-Вегас, Токио, Сеул и Нью-Йорк. Давно известно, что свет притягивает многие животные организмы не хуже магнита. И речь тут идет не только о мотыльках и бабочках, летящих на огонь. Прожекторы на суше и газовые факелы нефтяных платформ в море привлекают птиц, которые тысячами кружат над ними, пока не падают замертво. Ночью перелетные птицы, особенно молодые и неопытные, нередко врезаются в ярко освещенное высотное здание. Световое загрязнение сказывается на позвоночных животных и беспозвоночных, особенно это касается ночных жителей. Некоторые разновидности черепах, ориентируясь по уровню света, определяют направление, куда необходимо двигаться, чтобы достичь пункта размножения. Но при использовании человеком искусственного освещения с животными случается дезориентация, и они теряются в пространстве. В новых исследованиях ученые признали свет одним из главных факторов, способствующих глобальному вымиранию насекомых. Например, фонари делают насекомых более заметными для хищников, мешают питанию и размножению. Также уличные фонари мешают самцам-светлячков привлекать самку. Было обнаружено, что жуки в темных областях обычно находили себе пару после одной ночи свечения. В освещенных областях это занимает до 15 ночей. В Англии количество светлячков сократилось на три четверти с 2001 года. Разумеется, проблема светового загрязнения затронула и человечество. Темнота также важна для нашего здоровья, как и свет. Регулярная их смена определяет ритм нашей жизни. Однако последние столетия мы ставим на самих себе затяжной эксперимент. Удлиняем день, сокращаем ночь и заставляем организм отказываться от привычных реакций на свет. Из-за применения чрезмерного света или неправильной световой композиции возможно появление головных болей, утомления, стресса и повышенной тревожности. И если использовать искусственный свет ночью, то у людей может развиваться бессонница, так как происходит подавление выработки гормона мелатонина, регулирующего биоритмы и сон. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok